Всем привет! В этом видео я расскажу вам о фишках нового фитнес-браслета Xiaomi Mi Smart Band 6. Вы узнаете, что это за фишки и как ими можно пользоваться. Также я расскажу вам о нескольких скрытых функциях, поэтому давайте особо не затягивать и сразу начнем. Теперь на одном экране отображаются несколько элементов меню. На прошлых версиях все пункты были на отдельных экранах. Также музыкальный плеер стал крупнее и удобнее в управлении. Кнопки переключения треков находятся сверху и снизу экрана. И все остальные встроенные функции стали крупнее и текст читается намного лучше. Для Mi Band 6 в приложении Mi Fit сделали небольшой редизайн меню управления. Теперь все настройки расположены в удобных панельных блоках. Также добавили новые циферблаты, изменили их форму под экран трекера. Если встроенного магазина тем недостаточно, рекомендую посмотреть на приложение Notify for Mi Band. Точно так же как и в Mi Band 5, в шестерке осталась возможность добавлять свое фото в качестве фона циферблата. Выбираем нужную картинку или создаем фотографии сейчас. Также можно выбрать стиль отображения часов сверху снизу и цвет отображения времени. Те кто использует четвертую и пятую версию знают, что трекер может немного болтаться в ремешке. И тем самым со временем он может разбалтываться и выпадать оттуда. На Mi Band 6 на капсуле добавили небольшие вырезы и на самом ремешке выступе, которые вставляются в пазы на капсуле. Теперь трекер сидит намного плотнее и не будет болтаться при изменении положения ремешка. В Mi Band 6 наконец добавили датчик измерения сатурации крови. Он светится красным цветом. Точность показателей относительно правдивая, но я все же рекомендую использовать специальные пульсоксиметры. Также интересный момент, еще в Mi Band 5 должен был появиться этот датчик, но Xiaomi решила выпустить клона в качестве Amazfit Band 5. В приложении Mi Fit добавили новый раздел. В нем можно управлять всеми функциями, отвечающими за здоровье. Из нововведений появились две опции, мониторинг дыхания во сне и отслеживание здоровья сердца. Мониторинг здоровья сердца будет отслеживать нарушения в подсчете пульса. И при необходимости отправлять соответствующие уведомления. Также обращаю ваше внимание на то, что каждая из функций будет способствовать ускоренному разряду батареи, поэтому рекомендую оставлять только нужные функции. Теперь на самом трекере можно добавлять новые будильники, редактировать или удалять их. В прошлых версиях будильник можно было редактировать только со смартфона. Теперь же это делать намного удобнее и быстрее на самой капсуле. Благодаря тому, что в Mi Band 6 размер дисплея увеличился до 1,56 дюймов, текст читается намного удобнее. Например, по сравнению с Mi Band 5 количество отображаемых символов на экране в таком же сообщении не изменилось, но размер шрифта заметно увеличился. Также теперь из коробки на трекере отображаются эмодзи в сообщениях, больше не нужно скачивать сторонние приложения для поддержки смайликов. Теперь при подключении трекера к зарядке будет отображаться горизонтальная панель с текущим временем и процентом заряда, можно использовать в качестве ночных часов. Также магнитная зарядка идентична версии с Mi Band 5, поэтому их можно использовать в обе стороны. Как и в пятой модели, здесь оставили функции перевода браслета в режим ожидания, для этого нужно закрыть всю область экрана пальцем. Но здесь эта фишка реализована более удачно и с практической стороны она намного полезнее. Одним из вариантов применения может быть простой возврат на главный экран, так как здесь нет физической кнопки, где по одному нажатию можно было вернуться бы к главному циферблату. На Mi Band 6 во встроенных циферблатах добавили больше активных зон для выбора тех функций, которые можно отображать. То есть мы можем выбрать, что мы хотим видеть и в каком порядке. Также при нажатии на такую зону нас сразу же перебрасывает к нужному параметру. Очень удобно и с основного меню такие опции можно убирать. Здесь добавили больше режимов для тренировок, теперь их 30 штук, каждый сможет выбрать тот режим, который подходит именно ему. Также перед активацией физической активности можно выбрать разные параметры для настройки. При свайпе влево открывается меню управления музыкой, эту функцию просили многие еще с выхода Mi Band 3. И при свайпе справа открывается меню паузы или прекращения тренировки. Как и у прошлых моделей, здесь есть ночной режим, его можно настроить на автоматическое включение через приложение Mi Fit. По характеристикам, сама яркость по сравнению с Mi Band 5 не изменилась, но на практике потерка, как мне кажется, светит на солнце немного ярче. Также, как и в прошлых поколениях, на Xiaomi Mi Band 6 остались основные полезные функции. Я говорю про время включенного экрана, возможность управления камерой, включение таймера либо секундомера, просмотр мировых часов и поиск телефона. Также, если вы знаете еще какие-то интересные фишки Mi Band 6, о которых я не сказал, напишите об этом в комментариях. На этом у меня в принципе все, всем спасибо за внимание и до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok